Сеоретический лицей имени Арсентия Должненко в городе Вулканежта был образован после двух реорганизаций. В 2002 году две вулканежские гимназии номер 2 и 5 и средняя школа номер 1 были присоединены к лицею. Вторая реорганизация прошла в 2012 году. Был присоединен Сеоретический лицей имени Иваногла. После реорганизации и проведения капитального ремонта лицей стал гордостью жителей. В учебном заведении особое уважение проявляют к учителям, которые многие годы отдали преподаванию в лицее. Недавно в учебном заведении была установлена стела, которая посвящена этим педагогам, сообщила директор теоретического лицея имени Арсентия Должненко Лариса Базбей. Мы создали такой уголок, в котором мы собирали и собираем до сих пор фотографии всех педагогов, которые работали во всех этих учебных заведениях. Это такая своего рода летопись, память о тех людях, которые отдали свои знания, свое здоровье на то, чтобы эти учебные заведения процветали. И вот именно этот уголок лицея всегда многолюден. И кто бы из выпускников не приходил в школу, какого бы возраста ни были, они очень подолгу стоят именно возле этих стендов, где им на память приходят все те замечательные моменты их жизни, которые они проводили в школе. Ну и, конечно же, это дань памяти и уважения людям, на которых мы сегодня все равняемся. Мы, каждый из нас, хотим быть похожими на них, достичь тех же высот, какие достигали они. Теоретический лицей имени Должненко города Вулканежце 2015 года включен в проект реформы образования в Республике Молдова. В рамках его реализации был проведен капитальный ремонт учебного заведения, так как оно не обновлялось с 1963 года. Бюджет проекта составлял 12 миллионов леев. Ученики лицея с большим удовольствием посещают занятия. Я очень рада, что после проведения ремонтных работ это место стало нашим вторым домом. Это место, где всегда тепло и уютно. Наша школа идет в ногу со временем. Обновилась инфраструктура нашего лицея и новые технологии способствуют улучшению качества знаний. После ремонта наш лицей преобразовался и ремонт пошел нам на пользу. Все это способствует улучшению наших знаний, уроки стали интереснее. Все идет к тому, что БАК мы сдадим на отлично. Учебное заведение в следующем году отметит 75-летие. Ирина Караман, Влад Табачук, Алексей Герчуг, Хаберлярь.